В лесах региона началась сезонная миграция диких зверей, основных разносчиков бешенства. Чтобы защитить и людей, и животных, а смертельно опасного заболевания, сегодня в регионе проводится вакцинация дикого зверя. Как в Куменском районе специалисты управления ветеринарии раскладывали съедобную вакцину от бешенства, увидел Иван Швецов. В Кировской области ежегодно возникает угроза распространения вируса бешенства. Так, в прошлом году в Куменском районе было выловлено три инфицированных лисицы. Бешенство переносят енотовидные собаки. Их в охотоведческих хозяйствах встречается особенно много. А также дикие кабаны, волки и медведи. Пик распространения вируса в Кировской области наблюдался в 2010 году, когда в европейской части России бушевали лесные пожары. Огонь заставил животных из неблагополучных по бешенству южных областей и республик страны мигрировать в Кировскую область. На сегодняшний день неблагополучными и подверженными угрозе распространения бешенства считаются 27 районов Кировской области, включая города Киров и Орлов. В этом году в Кировской области будет разложено 2 миллиона доз вакцины для иммунизации диких животных от бешенства. Естественно, такое огромное количество съедобной приманки не может быть разложено силами одних только ветеринарных врачей. Им будут помогать охотники, которые лучше знают места обитания животных и их повадки. Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание более одной дозы препарата не вызывает осложнений. Важно отметить, что вакцина не обладает лечебными свойствами. То есть уже заболевшее бешенством животное с помощью нее спасти невозможно. Оно в любом случае обречено на гибель. Это брикетик. Весом он примерно 30 граммов. Внутри находится вакцина против бешенства. И когда вот такой вот брикетик где-то около нор разбрасываем, примерно 8-10 штучек около норы. А так на квадратный километр 25 штучек. Это таких вот, как я их называю, шоколадок. Оболочка приманки вакцины сделана из сухого прессованного мясного фарша, рыбы, усилителей вкуса и запаха. Внутри находится пластмассовый брикетик с капсулой, в которой находится живой, но ослабленный и поэтому не опасный вирус бешенства. Когда животное съедает брикетик, оно прокусывает блистер, и вакцина попадает в ротовую полость. Такую процедуру нужно проводить два раза в год, обычно осенью и весной. Такой норой может воспользоваться лиса или енот. В основном лисы и еноты живут. Норы делают в основном вот в таких холмах, может быть, во врагах, возле небольших речек, водоемов. Мы раскладываем вакцину в основном около нор, по дорогам лесным, по подкормочным площадкам. Вакцину нужно раскладывать в течение не менее чем шести лет в неблагополучных и угрожаемых зонах. И после этого в течение трех лет, если не наблюдаются случаи возникновения бешенства, только после этого прекращается вакцинация именно животных в дикой природе. Через несколько недель после того, как приманка разложена, проводятся мониторинговые исследования. Диких животных из той местности, где проводилась вакцинация, отстреливают, а их нижняя челюсть исследуется в лаборатории на наличие тетрациклина. Этот антибиотик содержится в вакцине специально, как маркер, показатель того, что животное съело приманку. Последнее такое исследование показало, что около 77% диких животных в Кировской области имеют иммунитет от бешенства. И эта работа дает зримые результаты. В прошлом году в Кировской области было зарегистрировано всего 11 случаев заболевания бешенством. Для сравнения, в соседнем Татарстане этих случаев было более 300. Иван Швецов, Денис Тружков. Вести. Кировская область. Куменский район.